всем здравствуйте с вами марета сегодня я хочу сделать такой расклад посмотреть кто вас боится да за что кто у вас боится и кто вас боится и за что вообще не давайте посмотрим кто вас боится и причина какая будем сейчас смотреть кто вас боится и какая причина загадываем себя напоминаю что расклад у нас будет общим за более личная консультация сейчас камеру поправлю за более личной консультации обращайтесь а ко мне на вас будем смотреть кто вас боится и почему да кто вас боится и почему давайте посмотрим кто вас боится ну сразу нас карта вылетела сейчас посмотрим кто вас знаете этот человек интересуется вами и причем крадется как мышь очень тихо то есть сам по себе человек такой обманщик своего рода это человек вообще сам по себе трусливый сам по себе он многого боится то есть здесь идет такая информация что человек настолько хуйни простите за в своей жизни сделал настолько и ботни сделал в своей жизни настолько говорил хуйни и сейчас просто как уставшая мышь поганная последняя просто боится этот человек не высыпается это человек в тяжелых жизненных ситуациях сейчас идет но мне идет женщина худощавого телосложения женщина такая знаете как вот просто вот женщина которая потерялась ада то есть она побаивается вас но и питает к вам интерес она побаивается вас но и питает конечно же к вам ну неописуемый интерес просто вот описать его красками только да какими-то вот здесь боится да но крадется вот сам по себе человек обманщик то есть вот у него в жизни хуйня денег не хватает ничего не хватает мы не жирем или мы жирем но не так как нам бы хотелось а мы не жирем семгу а жирем там я не знаю доширак да либо мы варим курицу а хотелось бы лобстера вот такой человек понимаете вы ебисты это женщина и она крадется то есть она может как бы объявиться но такая не то что и она хитрая потому что она наебают всех то просто в каком плане в плане том что у нее якобы все хорошо на самом деле там все очень серьезно плохо да и вот она так наебистая такая сама по себе но трусливая шугливая трусливая да вот она вышла трусливая шугливая знаете за ней а ей плохо ей тяжело вот она думает что знаете сейчас у нее ситуация очень сложная и пытаются протянуть руку она действительно нуждается в помощи и помощь нужна но она горды ливая она не хочет показать что ей нужна помощь но знаете ей отомстили высшие силы за вас потому что смерть стоит над ней стоит смерть она пьет таблетки она болеет вот сильно до возраст до 30 лет а может быть до 40 у кого как совпадет вот вы знаете эта женщина пытается спрятать просто свои неурядицы в жизни их куда-то закопать просто закопать это вот карта выходит да вот на вас что она желает сейчас мы посмотрим она или нет вот этот момент просто смотрите и она тоже вам копала яму но сама туда попала этому человеку сейчас надо работать она вынуждена работать для того чтобы выжить то есть это может быть работа по дому работа просто да вот работает чтобы выжить вам еще люди какие-то копают яму они вас боятся накопают яму до могилу реально чуть ли не ставят крест знаете вот просто закапывают живого человека сейчас посмотрим кто это сейчас я кину распределю вот это вот женщина на женщину а знаете эта женщина нуждается все равно в какой-то помощи и зависть у нее идет к вашим деньгам она боится вот эти люди что за люди которые вам могилу копают мне интересно что за люди которые копают могилу прям реально желают смерти кто интересная информация тут идет такая информация смотрите кто-то испугается кто-то нет здесь идет такой человек это мужчина который вам желает реально смерть и он чуть ли не поклялся верой что он вас уберет но он боится это мужчина который сидит в тени этому мужчине вы перешли в дорогу как будто он находится в какой-то грязи в какой-то знаете яме из-за вас то есть он чуть ли не поклялся что он вас уберет хорошо скажи за что ты хочешь убрать за что ты хочешь убрать за он считает что вы пролили кровь и его семьи он считает что вы кровавая и что вы сейчас даже опасны и он видит вас опасны смотрите это даже может быть конкурент это даже может быть реально конкурент он видит вас какое-то соперничество да мужчина видит вас какое-то соперничество то есть опять же я говорю что вы знаете он к вам гневается но у него есть чувство страха безусловно он думает что за вами стоят кто-то высшие силы но за вами действительно стоят хорошо далее другой вариант показываете еще мне кто ненавидит а кто боится ну тут и ненависть и страх давайте еще смотреть кто вас боится мужчина который ухо держит востро и постоянно находится в осторожности какой-то с этим мужчиной вы могли пересекаться либо этот мужчина как-то за вами следит как-то следит тут очень много крови либо мужчина считает вас лютой я сначала думала это родственник нет этот мужчина который действительно вам боится но вас боится но следит за вами этот мужчина сейчас не счастлив в личной жизни у него беда ой у него и с психикой проблема а кто ты хорошо расскажи кто ты он вас боится и боится вашей психики боится вашей неуравновешенности здесь это возлюбленный либо бывший возлюбленный вас боится он боится вашей неуравновешенности да да он боится вас вашей неуравновешенности вот он считает что вы непредсказуемая он боится вашей неуравновешенности он читает чтобы не предсказуемая мадам и он хотел бы снять с вас маски это бывший мужчина бывший мужчина который хочет вас разгадать он вас боится но следит за вами тоже где-то следит хорошо дальше что кто боится печалится и боится мужчина средних лет 45 50 лет почему ты боишься почему ты печалишься мужчина лет 45 50 боится что ты боишься чё печалишься вот он считает что вы причина его висячей ситуации в жизни в работе то есть он считает что вы сильная личность да он боится вас и хочет попросить помощи он считает что у вас есть какая-то сила вы можете ему помочь но при этом он боится он сейчас завис у него очень сильная ситуация проблема в работе такая знаете которая зависла которая зависла он даже может обвинять вас в том что вы это сделали может быть каким-то деструктивным магическим воздействием так смотрите мне еще идет такая информация смотрите у кого-то могут вас бояться ваши дети вот реально дал кого-то могут вас бояться ваши дети то есть будьте помягче с детьми вот вообще считают вас непредсказуемой вот у кого-то может опять же доскла и ну склоняюсь к тому что до бояться дети блять ну нахуя мне звонить я твой рот ебала вот я записываю видео прозванивают мне ублюдки блять вот у кого-то боятся вас ваши дети сейчас я ищу карту знаете тут еще вышел че да иди ты нахуй пишет мне слушайте вот эти вот пожалуйста своих вот эти вот бабенки тупорылые вот вы ко мне отправляли там своих клиентов вот у кого-то клиенты по бровям там по ресницам по ногтям не отправляйте пожалуйста тех клиентов ко мне которые не могут оплатить нехуй не надо чья вот эта вот баба мне названивает пишет тут какая-то клиентка моя посоветовала у нее денег нету мне платить какие привороты ей делать на мужиков то есть у нее 5000 в кармане то есть а приворот у меня стоит дороже зачем вы отправляете ко мне людей которые не могут платить за услуги я понимаю люди по-разному выживают работают блять но какого хера если нету денег на собирай приходи все то есть я погадала женщине помогла я являть всю правду сказал она сейчас мне названивает в долг я не буду работать прошмандень какая-то мне звонит далее тут еще есть мужчина какой-то да вот он вас не то что боится а интересуется вами очень сильно интересуется прям глаза горят прям реально горят глаза он увидел в вас себя хорошо что ты вообще кто ты что ты расскажи он говорит я даже готов дать денег ей чтобы она со мной пообщалась он хочет узнать вас как человека хочет помочь вам узнать вас как вот плане денег может быть знаете как-то подкупить деньгами встречи он хочет вот он такой закрытый но с вами бы открылся то есть какой-то интерес у него есть вот он восхищается вами как-то да вот просто то выпал такой персонаж у нас далее а тут бобенка еще вышла что ты хочешь вот она у нее в жизни все рушится она считает что вы ей дали отпор то есть какую-то вот она молится прям чтобы вы ей помогли а вы спиной отворачиваете все от нее она молиться чтобы вы ей помогли а вы спиной отворачиваете все от нее то есть она считает что вы сидите на троне она все что сейчас происходит с ней сделали вы любой там магии то есть она готова сейчас чуть ли не поклониться вам в ноги для того, чтобы вы ей помогли. То есть она видит в вас силу. Это может быть какая-то соперница, либо подруга, либо сестра, либо родственница, либо, я не знаю, конкурентка по работе. Она считает, что вы ее сделали. Да, ну дерево род, может быть, какая-то родственница. Чего ты боишься-то? Но она боится вашего коварства. То есть она видит в вас силу, она ощущает в вас силу, она ощущает в вас вас силу, да, вот она зависит от компании, а вы нет. То есть вот такая мадама боится вас. Но я смотрю, меня смотрит человек, который любит, он восхищается своим одиночеством, восхищается просто своим одиночеством. Восхищение идет. Вы прямо, да, сила. Ох, интуитивно сильный человек смотрит, да, меня. Но кто-то хотел вашу интуицию сломать. То есть у меня вот карты упали, я считаю, что их надо раскрыть, эти карты. Думают много людей о вас, мысли тяжелые, думают о вас, когда... Ах, блядь, пиздец. Вот опять, смотрите, даю предупреждение в эту зеркальную дату. Значит так, кто-то хочет проникнуть к вам в дом. Сейчас я спрошу, зачем. Женщина, коварная, хочет проникнуть к вам в дом. Смотрите, далее стоит еще за вами мужчина, но он отвернутый мужчина. Вот. Он вас как-то защищает, не могу понять как, но как-то защищает. Смотрите, женщина проникнуть хочет, завистливая к вам в дом. Пока не вижу, зачем, но хочет проникнуть. У нее есть подружка, поебушка, вот она за вами тоже наблюдает. Вот. Близко они с ней общаются, она за вами наблюдает. Понятно? Вот. Далее еще какой-то мужчина наблюдает за вами. Вот. Он наблюдает с хорошей целью, знаете, как под крылыш что ли свое взять. Встречи с вами хочет тоже какой-то воздыханный вот там партнер, любимый. Ну, образно. Вы его можете не знать. Поклонник, вот поклонник хочет с вами встречи. Так, еще такая информация идет. Что вы давно хотите попасть на старое кладбище, но не можете это сделать. еще вот мужчина вышел, так знаете, хочет вас напугать, а сам боится. А кто ты такой вообще? Ты кто такой? Давайте посмотрим. Ты кто такой? Слушайте, ну вот он может быть больным. Реально больным каким-то может быть. У него две личности, но он боится вас. Смотрите, аккуратно может подстеречь тоже, но он какой-то больной, вот реально больной, психбольной мужик. Влюбленный, а также вас психбольной мужик. Смотрите, аккуратно может плеснуть реально кислотой в лицо. Есть такие мысли. Все, вот такой у меня был общий расклад. Всем добра, всех благ. За личной консультацией более подробной обращайтесь ко мне на WhatsApp. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok